Здравствуйте мои подписчики и гости канала. Осветление сусла на фильтрах. Из-за большого содержания взвесей сусла нельзя фильтровать обычным способом. Взвеси за короткое время образовали бы непроходимый слой, который делает невозможным дальнейшую фильтрацию. Поэтому сусла фильтруют через специальные фильтры, в которых одновременно с суслом используют намывной материал, например диатомит, рассеивающий взвеси и образующий проходимый фильтрующий слой. Наиболее распространенной является фильтрация с помощью диатомита или кизельгура. Для этого обычно используют цилиндрические фильтры с вертикальными вкладышами из металлической сетки. Такие фильтры пригодны для фильтрации грубым диатомитом, который обычно применяется для фильтрации сусла. На экране представлена схема такой фильтрации. Сусло в фильтре вначале циркулирует и намывает основной фильтрующий слой из диатомита, проходя через металлическую сетку рамы и через отборную трубку, возвращаясь опять к циркулиционному насосу. При этом диатомит осаждается на сетке и образует фильтрующий слой. Намывку прекращают, как только будет нанесен достаточно толстый слой, около двух миллиметров, способный задерживать взвеси и сусло при этом начнет стекать прозрачным. В этот момент переключают трехходовые краны и сусло направляется при постоянном добавлении диатомита из дозатора в фильтр. Если сусло фильтруется горячим, то из фильтра оно поступает в пластинчатый теплообменник. Если охлажденное, то прямо в бродильный чан. Диатомитовые фильтры рассчитаны на производительность от 60 до 400 гектолитров в час. На один квадратный метр в фильтрационной площади фильтруется 4-5 грамм в час. Для намыва основного слоя необходимо около 400-600 граммов диатомита на один квадратный метр. Для основной фильтрации требуется около 60-100 граммов на квадратный метр, в зависимости от зернистости, тонкости помола, использованного диатомита и требований к чистоте фильтрации. Фильтры специально сконструированы для фильтрации сусла. Схема такого фильтра представлена на экране. Эти фильтры легко очищаются. Фильтрационные вкладыши из тонко перфорированного металла, на которых осаждается диатомит, имеют тарелкообразную форму и смонтированы на общем стержне цилиндричной формы. После окончания фильтрации фильтр продувают воздухом, после чего вал с вкладышами приводится во вращательное движение. При этом намытый диатомит с задержанной взвесью смывается с сильной струей воды и сбрасывается в канализацию. Обычно в производстве фильтр не разбирают. После споласкивания он готов для дальнейшего использования. Капитально его чистят один раз в неделю. При фильтрации взвесе отделяются от сусла в иных условиях, чем при осаждении или сепарации. Под эклерку, например, при фильтрации сусла через диатомит не происходит адсорбции необходимых в дальнейшем веществ сусла. Однако в целом мнения относительно действительного влияния способов фильтрации на качество пива довольно отличаются. Степень устранения взвесей можно до определенной меры регулировать, используя диатомит подходящей зернистости. Вальхенер сравнил разные способы осветления сусла и пришел к выводу, что фильтрация или сепарация холодного сусла имеет ряд преимуществ. Он считает, что кроме всего остального при этом снижаются потери, ускоряется главное брожение и дображивание, имеется положительное влияние на вкус и стойкость пива. Правда, несколько снижается пеностойкость. Вместе с тем необходимо тщательно изучить все возможные последствия, прежде чем приступить к использованию этого способа. Сусла можно фильтровать также через слой раздробленного хмеля. Хмелевые фильтры, которые имеют такую же конструкцию, как диатомитовые фильтры, однако он большего размера, поскольку должен задерживать весь хмель, использованный для варки. Он представляет собой цилиндрический резервуар, в котором находятся четырехгранные фильтрационные рамы. На рамах натянута тонкая сетка, которая захватывает измельченный хмель. Хмель в этих случаях перед обработкой дробят на специальных машинах для образования смеси свободных прилистников, стерженьков, лупулина. И после окончания кипячения сусло с обработанным таким образом хмелем перекачивается вместо хмелеотделителя в фильтр. Закачка производится снизу, при этом более тяжелые частицы осаждаются на дне, легкие поднимаются на поверхность и образуют на сетах фильтра фильтрующий слой. Фильтруемое сусло протекает через сито в отборные трубки и далее в сборнике или прямо к холодильникам. Сборник целесообразно вводить, поскольку прокипяченное сусло не должно долго оставаться в соприкосновении с хмелем. После окончания фильтрации сусла, хмель можно также как и в хмелеотделителе промывать водой и продувать воздухом. Для снятия хмеля с фильтрационных сит их извлекают и чистят. Подобный фильтр заменяет хмелеотделитель. Он, как уже было сказано, имеет определенные преимущества и кроме этого улучшает использование хмеля. Вы посмотрели видео, посвященное осветлению сусла. Я благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, все уведомления и вы будете получать уведомления о новых видео. Поставьте лайк, напишите комментарий с вопросом, если вам что-то непонятно, если вы увидели какие-то недоработки в моей лекции. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!